Задача 1002, пункт В. В пункте В нам заданы такие координаты точек А, В и С. И мы будем искать уравнение окружности в виде х-х0 в квадрате плюс у-у0 в квадрате равно r квадрат. Подставим значение координат точки А в уравнении. Получим 3 минус х0 в квадрате плюс минус 7 минус у0 в квадрате равно r квадрат. Теперь подставим точку В, ее координаты, и получим 8 минус х0 в квадрате плюс минус 2 минус у0 в квадрате равно r квадрат. И будем решать эту систему двух уравнений. Приравняем левые части этих уравнений и при этом раскроем скобки. И у нас получится 9 в первой скобке минус 6х0 плюс х0 в квадрате. Вторую скобку плюс минус 7 в квадрате 49 и минус 7 на минус у0, да еще и на 2, это будет плюс 14у0 и плюс у0 в квадрате равно. Теперь левая часть второго уравнения. Открываем скобки. Получаем 64 минус 16у х0 и плюс х0 в квадрате. И плюс минус 2 в квадрате 4 и плюс 4у0 и плюс у0 в квадрате. Теперь смотрим. В левой части у нас плюс х0 в квадрате, в правой части плюс х0 в квадрате сократим, в левой части плюс у0 в квадрате и в правой части плюс у0 в квадрате сократим. И тогда у нас получится в левой части, соберем свободные члены, это будет 58 и минус 6х0 и плюс 14у0 в квадрате равно. В правой части 64 и плюс 4, это будет 68 и минус 16х0 и плюс 4у0. Теперь перенесем все в левую часть. Ну, вернее, только х0 и у0. Значит, минус 16х0 перенесем влево, это будет плюс 16х0, а тут у нас минус 6х0 и у нас получится 10х0. Теперь 4у0 перенесем влево, это будет минус 4у0, плюс 14у0, это будет плюс 10у0. А вправо перенесем свободные члены, это будет 68 минус 58, это будет 10. Разделим на 10 уравнение, это у нас получится х0 плюс у0 равно 1. И выразим отсюда х0, и оно будет равно 1 минус у0. Теперь возьмем точку С и подставим ее координаты в уравнении. Получим 6 минус х0 в квадрате плюс 2 минус у0 в квадрате равно r квадрат. Ну, и еще второе уравнение в качестве второго уравнения. Возьмем первое уравнение, там, где мы подставляли точку А. Эти уравнения мы объединим в систему, поскольку решение этих уравнений одно. Перепишем второе уравнение 3 минус х0 в квадрате и плюс. И мы вторую скобку заменим на 7 плюс у0, поскольку это не изменит нашего уравнения в квадрате. И равно r квадрат. Теперь подставим в эти оба уравнения выражение, которое мы получили для х0. И у нас будет 6 минус 1 плюс у0 в квадрате. Вторую скобку мы запишем без изменения. 2 минус у0 в квадрате равно r квадрат. Теперь подставим во вторую уравнение. И получим 3 минус 1 плюс у0 в квадрате. И плюс перепишем вторую скобку без изменения. А теперь приравняем левые части этих равенств и при этом откроем скобки. Первая скобка, это у нас получается 6 минус 1, 5. 5 плюс у0 в квадрате. Это значит будет 25 плюс 10 у0 в квадрате. Открываем вторую скобку. Это будет 4 минус 4 у0 и плюс у0 в квадрате. Это будет равно... Открываем скобку. 3 минус 1, это будет 2. Значит, 2 плюс у0. Это будет равно 4 плюс 4 у0 и плюс у0 в квадрате. Открываем вторую скобку. Это будет 49 плюс. 7 умножить на 2, это 14 у0 и плюс у0 в квадрате. Теперь смотрим на левую и правую часть этих равенств. У нас плюс 2 у0 и плюс 2 у0 справа. Плюс у0 в квадрате и плюс у0 в квадрате справа. Сократим. И тогда у нас получится слева 25 плюс 4, это 29. И 10 у0 и минус 4 у0. Это получается плюс 6 у0. Это слева. А справа у нас свободные члены. 4 плюс 49, это у нас 53. и 4 у0 и 14 у0. Это получается плюс 18 у0. Тогда перенесем у0 вправо, и у нас получится 12 у0 справа, а слева у нас получится 53. Мы перенесем влево, это будет минус 53. Это будет минус 24. И таким образом у0 у нас равно минус 2. Получили значение для у0. Теперь мы можем вычислить х0. х0 равно 1 минус минус 2. Это будет равно 3. х0 равно 3. И теперь по известным значениям х0 и у0 мы можем рассчитать р квадрат. Причем мы можем взять любое уравнение. Ну пусть это будет пи, самое первое уравнение. И тогда подставим в это уравнение известные значения. 3 минус х0, это 3, в квадрате, плюс минус 7, минус минус 2, плюс 2, в квадрате. Это будет равно 3 минус 3 в квадрате, это 0. Минус 7 плюс 2, это минус 5, в квадрате это 25. То есть р квадрат у нас равно 25. И теперь мы можем записать уравнение окружности. И оно будет выглядеть так. х минус х0, это 3, в квадрате, плюс у, минус у0, это будет минус минус 2. Это будет плюс 2 в квадрате. Это будет равно r квадрата, то есть 25. И вот мы получили уравнение окружности, которое проходит через три точки А, В и С. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. Если у вас появились вопросы, предложения и пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.